Добрый день, дорогие друзья! Следующая сказка у нас «Волк и собака». Вот здесь волк сидит и собака. Толстый и сытый дворовой пёс разорвал верёвку, побежал за город прогуляться. В соседнем леске он встретился с волком. Да таким худым, поджарым, в кости до кожи, сытый пёс глянул на него более с сожалением, чем со злостью. Одобрённый таким приёмом, волк вступил в разговор с собакой и стал ей жаловаться на своё худое жильё. Жалилась собака над волком и говорит ему, смотрите, такой худой-худой волк сидит, очень даже грустный, а собачка толстенькая и весёлая, у неё хорошее питание, и жильё есть. Вот у нас собака и говорит волку, ступай жить к нам, у нас хозяин добрый, и за ничтожную службу даст тебе тёплую конуру и хороший корм. Обрадовался бедный волк такому приглашению и побежал с собакой в город. Но дорогой заметил, что у его спутницы на шее вытерта шерсть. «А что это у тебя?» – спросил волк. «Отчего не достаёт шерсти на шее?» «Это так, пустяки!» – отвечает собака с недовольствием. «Однако же!» – пристаёт волк вздор! – ворчит собака. «Это от верёвки, которые меня привязывают на ночь, чтобы я не убежал. Так тебя привязывают на верёвку иногда. Вот видишь ли, нельзя же!» «Эй, нет, мой милый!» – сказал тот волк, останавливаясь у городских ворот. «Ни верёвка мне не нужна, ни твоя тёплая конура, ни твоя сытная пища, ни твой добрый хозяин прощал, прощай и помчался назад в лес». Вот видите, возле города они разговорились, и он не хочет, чтобы на верёвке был привязанный. А потом волки же не живут никогда у людей. Они живут всегда в лесу и любят раздолье. Всего вам доброго! Жду ваших комментариев. До свидания!